Чирлидинг, спортивная акробатика, дзюдо, шахматы, плавание. Такого масштаба и размаха мероприятия Дворец спорта вряд ли припомнят. Участниками первого фестиваля детского спорта стали более 400 юных спортсменов, которым творить спортивную историю кореш. Действительно здорово, когда есть такая уникальная возможность посмотреть на достижения наших ребят и вместе порадоваться им. Я желаю всем бодрости духа, здоровья, радости, прекрасного настроения, новых свершений, новых побед и всего самого наилучшего, ребята. Фестиваль детского спорта пришел на смену соревнованиям на призы Деда Мороза, которые традиционно проходили в канун Нового года. При этом визит Деда Мороза со Снегурочкой сохранился в программе мероприятия. Вот опять! Сучится, Свети! Новый год! Новый год! Дед Мороз со Снегурочкой радовались за юных спортсменов и за победу в соревнованиях наградили их подарками. На фестивале свое мастерство продемонстрировали воспитанники групп спортивной акробатики. Они занимаются под руководством мастера спорта Светланы Караваевой. В программу мероприятия вошли также их показательные выступления. Какой ты умерла, я не могу нас! В группах спортивной акробатики занимаются девочки с четырех лет. Этот вид спорта развивается в Карежбе пятый год. У юных спортсменов уже есть успехи, поэтому фестиваль детского спорта стал своеобразным отчетом, чему научились. Что умеют, показали чирлидеры. Это одно из новых направлений, которым увлеченно занимаются девчонки под руководством инструкторов Юлии Кочурины и Ксении Низовцевой. Чирлидинг – это вид спорта, в котором присутствуют элементы акробатики, акробатические поддержки и также танцы. Мы уже с Ульяной занимаемся два года, и нам он очень нравится своей разнообразностью и возможностью развиваться как-то в спортивном плане, не только физически, но и духовно. Порадовали новогоднего волшебника юные дзюдоисты, тренера Татьяны Семеновой. Дед Мороз поделился, что когда-то увлекался этим видом спорта, правда, мастерством своим не похвастался. А вот юные спортсмены были на высоте. Вначале они устроили показательные выступления, а затем соревновались в веселых стартах. Кто быстрее придет к финишу. На дистанциях пригодились ловкость, меткость и сноровка, ну и, конечно же, хорошая физическая подготовка. Я занимаюсь дзюдо пять лет. Мне нравится дзюдо своей красотой бросков. На соревнованиях я выступаю иногда плохо, иногда хорошо. Я занимаюсь дзюдо где-то восемь с половиной лет. Ну дзюдо – это красивый вид спорта, самая мягкая борьба, а так хорошо выступает, да. Есть успехи. В Олимпе в группах обучения плаванию под руководством десяти опытных профессиональных тренеров занимаются более тысячи юных коряжемцев. Умению держаться на воде в нашем городе начинают обучать с дошкольного возраста. Поэтому на фестивале детского спорта разнились лишь дистанции с учетом возраста участника соревнований. 25-50 метров различными стилями плавания. Три года занимаюсь плаванием. Плаваю с браком, кролем, на спине и деревьем. Я занимаюсь в большом бассейне один год. Мне нравится просто плавать. Нравится вода. Мы решили изменить масштаб соревнований. Раньше проводились каждое соревнование отдельно. Сейчас мы решили объединить все виды спорта детские, которые у нас развиваются в Олимпе. И это детей должно сдружить, объединить, ну и подарить детям большой красивый новогодний праздник. Спасибо группе Ильям. Замечательно был украшен зал. Дети все порадовали. Все были удивлены. Такой приятной красивой елки. Всех с наступающим Новым Годом. Всем крепкого здоровья и семейного счастья. Фестиваль детского спорта включил не только показательные выступления и спортивные состязания, но и традиционные новогоднему празднику зажение елки, хоровод и подарки. Ну и конечно же были благодарные аплодисменты зрителей. Мам, пап, бабушек и дедушек, которые всегда с большим вниманием и интересом следят за успехами своих детей, юных спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин